Чтобы быть в веб-статусе, вам нужно, во-первых, вы должны прогуливать пары, в-третьих, ой, во-вторых, сука, не побояться сесть на расписание, в натуре, вы должны знать Женю Лысого, это, он Женя Лысый сидит, Женя, помогай, вот его вы должны знать в первую очередь, во-вторую очередь, вы должны, а, в-третьих, бороться, заниматься спортом, да, не пухать, Ну, так как мы оформим это все под бар, мы тут зовем веб-клиентов, в основном, короче, вот, там будет еще продается свага, там, не, над свага, короче, сюда не бих, если они, это, такие Тут, короче, в итоге, любители выбить, так, давайте так, девочек красивых мы пропускаем без очереди, то есть они на входе проходят фейс-контроль Для чего проходит фейс-контроль, во-первых, люди, которые будут проходить для начала фейс-контроль, во-вторых, они им задают пару вопросов для обозрения, кто вышел и откуда-туда-сюда. В итоге вы заходите сюда, вы наслаждаетесь, все есть, кальян, бар, телек, телки, плюс если вы еще подруга, вы можете познакомиться с классными, разноцветными, просто море впечатлений у вас будут в наших классных подземных анатуриях. Также можете познакомиться со мной в анатуриях, это будет, конечно, очень жестко. Также вы должны знать, что, впрочем, чего вы можете прогуливать уроки, вам ничего не из этого не будет. Во-первых, у нас будет банк, в который складываются будут бабки. Если шел, то мы вам даем бабки на закрытие какого-то зачета. Если вы в каком-то случае, либо вы прогуляли пару, либо ничего, это все закрывается очень быстро. Ну, как это закрывается? Это никак не закрывается, то есть вы в итоге берете бабки и решаете, что у нас преподаватели. Дальше. Есть преподаватели, которые не берут деньги. Таких преподавателей надо вырубать в итоге. Поэтому нам нужно очень серьезно и трудно поработать над этим. В итоге. Для чего это все было сложно? А, кстати, перейдем к выбору университета. И у нас есть примечательности. Вот, первое. Что у нас есть достопримечательности? Первое, это самая хорошая примечательность, это наше расписание. Тут вы можете увидеть очень культурных и воспитательных людей, которые сидят и прогуливают у нас пары. В итоге. У нас есть столовая на первом этаже. Также там есть спортзал, иногда у нас бывают концерты. Конечно, лучше можно прийти поржать, посмеяться, получать море удовольствия. В итоге, короче, у нас есть много. У нас есть столовая на втором этаже. Ну как столовая, это кафешка. Также кафешка у нас есть на первом этаже. Там, по-моему, Axe, Xerx. У нас есть Витя. О, Витек. Витя, который ксерит все. В натуре все ксерит. Но у него нет флешки, вы его не распечатываете. Только с книжечки, с других там А4 и все такое прочее. Но он жесткий. Ну, судя, он так ходит жестко, что терминатор. Также, что вы можете получить? А я не знаю, что вы можете получить. Не гарантирую, что вы идете отсюда с хорошими знаниями. Но зато вы узнаете, что такое КУТЭП. Тут прикольно, весело и замечательно. В итоге. Перейдем так же самое. Вот если вы хотите поступить в какой-то университет. Для какого вы делаете выбор? В основном, короче. Больше сдавайте СНО. Почему? Вот я провтыкал. Потому что, когда вы сдаете больше СНО, у вас есть больше шансов поступить на какую-то или другую, или в новую профессию. Потому что много есть универов, которые недостачат студентов. Так, в этом году очень мало студентов. Я думаю, что, например, пойти... Я знаю хорошие есть университеты, которые, типа, вот... Ну, там, они бюджетные, но там очень мало места. Рекомендую вам всем сдавать математику. Ну, крайне, это само собой понятно. И все остальное. Ну, вот, сдавайте все пять СНО. Ну, не рассчитывайте на какую-то одну профессию. Потому что, ну, как бы, даже если вы пойдете на одну какую-то профессию, вы можете все равно на втором, третьем курсе перевестись на ту профессию, которую вы хотели. То есть, для всех есть всякая нормальная возможность. Вы можете... А лучше вообще поступать на бюджет. А если вы поступили на бюджет, то поймите, что вы должны учиться, а не прогуливать пары в натуре. А всего лучше выбирайте университет, где есть нормальная столовая, чтобы нормально было пожрать. Потому что если вы не подкрепитесь и не пойдете на пары голодные... Если вы пойдете на пары голодным, то это не пара, это натуре издевательства над вами. Когда вы хотите... Вот осталось буквально 10 минут, и вы хотите, блядь, пожрать нахуй столовой. А оно ж, блядь... Ладно, так напишем. Преподаватель, который тебя не отпускает в столовой. Ты сидишь такой злой, весь на нервах. Короче, главное, кушайте перед парами. Естественно, это была реклама Кутепа. Короткая реклама, смотрите.